Уважаемые участники школы, в первую очередь я хочу поблагодарить организаторов за возможность представить свой доклад, который является, безусловно, коллективным творчеством. Он такой обобщающий, но, конечно, не только нашего коллектива, но и его в том числе. И хочу представиться, я Андреева Елена Ромальдовна, ведущая научный сотрудник лаборатории клетчатой физиологии и института медико-биологических проблем. И много лет назад я закончила кафедру цитологии и гистологии биологического факультета МГУ, поэтому мне очень приятно выступать в Альма-Матери. И, глядя на тему моего доклада, у вас может возникнуть вопрос, а какая связь с того, о чем я собираюсь рассказать, с тем, чему посвящена школа. Я хочу сразу сакцентировать ваше внимание на том, что связь тут, безусловно, существует. И эта мысль мне очередной раз пришла в голову, когда я слушала предыдущего докладчика, потому что он говорил о активной клеточной среде, образованной клетками нервной системы, а я буду говорить фактически об активной клеточной среде, образованной клетками стромального клеточного дифферона. И если пойти более, еще ближе приблизиться к тематике школы, то мультипатентные мезонимальные стромальные клетки, это клетки, которые у всех на слуху, и они активно используются в клеточной терапии, как всем, наверное, это здесь хорошо известно. Вы пока можете ознакомиться с содержанием вот этого слойда. Поэтому ишемические патологии и МСК – это две взаимосвязанные вещи. А гипоксия – это основной компонент ишемического повреждения, поэтому это тоже очевидно. И мое сообщение будет состоять из двух частей. И я позволила себе первую часть посвятить как раз тем клеткам, которые будут дальше находиться в условии гипоксии. Это так называемые мультипатентные мезонимальные стромальные клетки. И для того, чтобы понять, с каким клетчатым субстратом мы все-таки имеем дело, я привела цитату из обзора 2015 года двух международно признанных экспертов в области мультипатентных мезонимальных стромальных клеток. И речь идет сейчас о том, что после того, как эти клетки были обнаружены, описаны, их регенеративный потенциал оказался очень востребованным. И эти клетки очень быстро включились в протоколы клинических исследований. И сейчас уже есть завершенные исследования, где двойные слепые, в которых продемонстрированы положительные результаты от применения этих клеток. И произошел некий перекос в том, что мы знаем об этих клетках, и то, с какой интенсивностью мы их используем. И, как справедливо отмечают авторы этого обзора, я полностью разделяю их мнение, что, несмотря на то, что эти клетки активно используются, они продолжают оставаться наименее изученными с точки зрения их места и роли в функционировании организма. Ну и я попытаюсь хотя бы в каких-то аспектах эти недоисследовательности прояснить. В отечественной науке, в отличие от зарубежной, есть такое понятие, как ткани внутренней среды. И это термин, который объединяет ткани мезенхимного происхождения. К ним относятся гемопоэтические клетки гемопоэтического дифферона и клетки так называемого астромального дифферона. Почему это важно? Потому что уже, как мы можем видеть из самого понятия, что это ткани, которые создают всю внутреннюю среду в организме. И совершенно очевидно, что кровеносная система объединяет все ткани и органы. И точно так же производные клетки экстромального дифферона создают опорную структуру всего организма. И с этими двумя сетями, формируемыми клетками мезенхимного происхождения, безусловно, связана та сеть, о которой нам рассказывал предыдущий докладчик. Это тоже сеть, которая пронизывает весь организм. Мультипатентные мезенхимальные и стромальные клетки относят к стромальному дифферону. И предположение о том, что в тканях внутренней среды существуют две отдельные стволовые клетки, гемопоэтическая и мезенхимная, это предположение было высказано еще в начале XX века нашим с вами соотечественникам Александром Александровичем Максимовым. И гемопоэтический дифферон оказался гораздо более подробно изучен вследствие того, что более комментированные потомки гемопоэтической стволовой клетки обладают четкими, дефинитивными морфологическими маркерами, которые позволяют их идентифицировать. А клетки, находящиеся между гемопоэтической стволовой клеткой до уже комментированных предшественников, обладают определенными функциональными особенностями, которые также позволяют их легко определить. Например, они способны давать колонии в селезенке. Поэтому можно определить, что это за клетки и какой степени они комментированы. Для стромального дифферона в течение долгого времени таких... То есть речь идет о том, как идентифицировать клетки вот на этом участке, где они могут отличаться только функционально, а морфологически они не отличаются. На что я хочу обратить ваше внимание. Мультипатентные мезонхимальные и стромальные клетки часто в научной литературе называют мультипатентными стволовыми клетками. С моей точки зрения это совершенно неправильно. Потому что стволовая клетка это такой запас организма, который не может и не используется... То есть мы имеем дело только с потомками этих клеток. И поэтому, конечно, более правильно с моей точки зрения использовать термин стромальные клетки. Но вот работая с научной литературой, вы можете с этим... Ой, сейчас, извините... Встречаться. Я хочу сказать несколько слов о том, как развивалась история исследования этих клеток. И как в итоге мы пришли к тому, чтобы все-таки называть их как-то более-менее однозначно. На самом деле, существование малокомментированных стромальных предшественников было описано еще в 60-е годы XIX века. Например, в интимальном слое крупных артерий Ланганс... Ой, извините. Ланганс. Описал клетки, которые были не похожи на типичные глоткомочные, и он их называл фибробластами интимы. Александр Максимов, о котором я уже говорила, предложил термин мезонхимального резерва организма. Он считал, что в клетке существуют малокомментированные мезонхимальные предшественники, которые обеспечивают все разнообразие стромального диферона. И в начале и в первой половине уже XX века отечественные исследователи, такие как Сергей Иванович Щелкунов или Александр Александрович Заварзин, тоже внесли свой вклад в исследования малокомментированных стромальных предшественников. В частности, Сергей Иванович Щелкунов искал предположение о том, что малокомментированные стромальные предшественники, их локальные тканевые депо могут быть связаны с сосудистой сетью. Ну и дальше вы можете видеть, что названия предлагались самые разнообразные. И реально существование малокомментированных стромальных предшественников впервые было продемонстрировано нашим соотечественникам Александром Яковлевичем Фриденштейном, который в 70-е годы XX века коллектив под его руководством смог выделить из костного мозга клетки, которые они назвали костно-мозговыми фибробластами, которые обладали клоногенной активностью, то есть из одной клетки образовывался клон клеток. И, собственно, вот отсюда и пошла история уже экспериментального изучения малокомментированных стромальных предшественников. Через где-то как раз 30 лет, как положено, в литку спирали, Арнольд Каплан фактически переоткрыл эти клетки и предложил называть их как раз метахимальными стволовыми клетками. Вот оттуда все и пошло. И в 10-х годах уже этого века ситуация сложилась такая, что интерес к этим клеткам постоянно увеличивался, но исследователи использовали самую разную терминологию, и было непонятно вообще о каких идет клетках речь, так что общество по клетчатой терапии было вынуждено собраться и провести специальное мероприятие, на котором был разработан минимальный набор критериев, которым должны отвечать клетки, которые мы называем мультипатентными мезинхемальными стволовыми слэш-стромальными клетками. И, собственно, была предложена аббревиатура МСК, которая удачно позволяет не делать четкого различия между стволовыми и стромальными клетками, но я вас призываю не вестись на это и делать это различие. Мне очень хочется сказать пару слов о тех исследователях, которые внесли просто неоценимый вклад в историю про стромальные предшественники. Это, конечно, в первую очередь Александр Яковлевич Фриденштейн, о котором я уже сказала. Собственно, вот они выделили костно-мозговые фибробласты и получили вот такие колонии. Вообще основной его интерес был связан с изучением того, как строма костного мозга поддерживает гемопоэс. И в очень элегантных экспериментах с использованием вот этих вот нарощенных клеток в колониях они показали, что строма костного мозга обладает способностью к индукции гемопоэтического микрокружения. Они получали инвитро, вот эти колонии, пересаживали их под почку, под капсулу почки, и там развивался эктопический гемопоэс. И оказалось, что это можно сделать не только из стромы, что такой, и, соответственно, там строма была донорская, а гемопоэтические клетки были рецепиенские. Оказалось, что точно так же можно сделать, если взять строму из селезенки. Пересадив ее под капсулу почки, можно получить эктопический гемопоэс. То есть в строме селезенки также содержатся стромальные предшественники, способные поддерживать гемопоэс. И второй отечественный исследователь работы коллектива, которого имеют неоценимое значение, для того, кстати, что мы обсуждаем, это Николай Григорьевич Хрущев. Николай Григорьевич Хрущев также занимался вопросами гемопоэза. А кроме того, они активно исследовали проблемы, связанные с развитием воспалительной реакции и ролью стромальных клеток в разрешении этого процесса. В работах его коллектива было напрямую показано с использованием химерных животных, соответственно, самцов и самок, что клетки в очагах асептического воспаления имеют костно-мозговое происхождение. Потому что до того считалось, что рубец, который формируется на месте повреждения, есть результат активности локальных соединитетканных элементов. оказалось, что нет, их активности не хватает, и им помогают костно-мозговые предшественники, которые приходят из костного мозга. Это первое. И второе. Они предположили, что стромальные предшественники, которые мы называем фибробластами в организме, могут представлять собой две популяции. Это долгоживущие фибробласты, которые осуществляют в основном механическую функцию, и, как называемые, короткоживущие фибробласты, которые обладают высокой синтетической активностью и, соответственно, реализуют трофическую функцию клеток соединительной ткани. И если мы посмотрим на приведенную вот здесь схему, то мы видим, что это уже на... Это такая современная схема, сделанная с учетом существования мультипатентных мезонхимальных стволовых клеток, стволовых-стромальных клеток. То есть они сюда уже интегрированы. Вот, собственно, эта идея, что из костного мозга идет мобилизация стромальных предшественников кровоток, они попадают в ткани, и там претерпевают изменения в коммитировании в фибробласты. И еще два слова хочу сказать о том, как, собственно, устроен стромальный диферон, о котором я говорила, который можно только с точки зрения функциональной активности стратифицировать. Здесь тоже большую роль сыграли наши исследователи, в том числе и Нина Иосифовна Дрезе, которая является ученицей Льва Иосифа Черткова, коллеги Александра Яковлевича Фриденштейна. Вот им впервые удалось показать, что из гипотетически существующей стволовой клетки при выделении ее в культуру можно получить ее ранних потомков, которые образуют колонии фибробластоподобных клеток, и из этих клеток получаются клетки, чувствительные к интерлекину первого типа. Вот эти клетки не чувствительны к интерлекину первого типа. И уже из потомков чувствительных к интерлекину первого типа можно получить по крайней мере три классических мезинхимных дифференцировки в адипоциты, остобласты и контрабласты. Как я уже говорила, было проведено специальное собрание Общества поглядочной терапии и был разработан минимальный набор критериев, которым должны удовлетворять мультипатентные изохимальные и эстромальные клетки при их изучении инвитро. Это должны быть быстро прилипающие к подложке клетки, обладающие высоким пролиферативным потенциалом, способные дифференцироваться в трех только что мною упомянутых классических мезинхимных направлениях и экспрессировать некий набор поверхностных маркеров, характерных для клеток стромального дифферона. Интерес к МСК инвива связан с тем, что предполагается, что они могут участвовать в формировании стромого органа, в том числе и гемопоэтической, принимать участие в физиологическом репаративном ремоделировании тканей, а также эти клетки обладают высокую секреторную активность, что позволяет им принимать участие в формировании сосудистой системы и регуляции клеток иммуно-системы. Где же они все-таки находятся? Ну, как уже совершенно очевидно из моего выступления, они есть в костном мозге. В костном мозге они располагаются в области, прилежащей к микрососудистому руслу. И это называется воскулярной нишей. Они могут располагаться непосредственно в самой строме, формируя так называемую ретикулярную нишу. И, наконец, они могут располагаться вблизи остеобластов, формируя так называемую эндостальную нишу. Существование этих клеток в костном мозге показано, как мы с вами обсудили. Потом оказалось, при дальнейших исследованиях, что клетки со свойствами, которые я перечислила в рамках минимальных критериев, необходимых для их идентификации, могут быть выделены не только из костного мозга. И вот эту табличку я привела не для того, чтобы ее читать, а для того, чтобы показать, из какого количества тканей эти клетки уже выделены и их свойства, как мультипатентных низотимальных и термальных клеток, подтверждены. В результате всех этих исследований сейчас существует такое представление, что клетки со свойствами МСК могут быть выделены из любой хорошо восклиризированной ткани. Почему? Где, собственно, эти клетки в хорошо восклиризированной ткани могут быть локализованы? Как, опять же, я уже упоминала, предположение о том, что периэндотелиальная область сосудов может быть локальным депо малодифференцированных тромальных предшественников, было сделано еще в 30-е годы нашего предыдущего века. И лучшим претендентом на роль этих клеток оказались, конечно, перициты. Перициты, как след от изнований, это те клетки, которые окружают капилляр. И я думаю, что астроциты, о которых нам говорил предыдущий докладчик, на самом деле образуют общие сети с этими клетками. Я просто в этот вопрос не погружалась, но я думаю, что если почитать, то есть уже работы, которые это просто наглядно показывают. Да, Ольга Сергеевна? Так вот, перициты оказались претендентами на клетки, представляющие собой локальное депо стромальных предшественников. И вот на этой картиночке продемонстрировано выявление антигенов, характерных для муниципатентных меземхимальных стромальных клеток, вот как раз на этих перицитах. Причем обратите внимание, что такие клетки есть и в строме, находящиеся рядом. То есть они не обязательно, клетки, несущие антигены меземхимальных стромальных клеток, не обязательно должны быть ассоциированы непосредственно с сосудистым руслом. И те клетки, которые... Да, существует сейчас вот некий набор поверхностных антигенов, которые используют для идентификации стромальных предшественников. И это, собственно, сравнительная таблица, которая показывает, что между стандартными обычными МСК, перицитами, то есть клетками, выделенными из тромально-васкулярной фракции, и адвентициальными клетками. Это, на самом деле, те же самые клетки, ассоциированные с сосудами, находящиеся в вазовозору. есть антигены, которые позволяют их выявлять, и наше внимание привлекли вот эти вот антигены перицитов. И мы, имея возможность работы с аутопсидным материалом человека, сделали работу, где с помощью антител к тем антигенам, которые я вам показывала, идентифицировали их в различных участках, как микрососудистого русла, так и макрососудистого русла, то есть начиная от микрососудов в сосудистой оболочке мозга вплоть до аорты, легочной артерии, крупных вен и так далее. Оказалось, что эти клетки в субанатолиальной интиме образуют сеть. Вот она. Это сканирующая электронная микроскопия, которая удивительным образом похожа на нейронную сеть. И в различных участках сосудистого русла эта сеть может быть выявлена, несмотря на то, причем она может иметь совершенно разные. Вот это в венах субанатолиальные клетки, положительно окрашенные антителами против перицитов. Это аорты, это бедренная артерия. И соответственно, клетки с антигенами перицитов обнаруживаются в переэндотолиальной области крупных сосудов, в наружной третьей медии и в адвентиции, где много вазовазов. Эти клетки можно выделить. И вот вы видите кусочки тупеляров, которые получаются после ферментативной обработки сосудистой оболочки мозга. И в культуре они имеют совершенно стандартную фибробластоподуманную морфологию и экспрессируют соответствующие антигены перицитов и имеют хорошо выраженный скелет актиновый. И в соответствии с требованиями эти клетки при добавлении соответствующих индукторов могут дифференцироваться в остеогенном и одипогенном направлении. То есть эти клетки соответствуют, то есть клетки, которые находятся в суммотелиальной интиме сосудов разного диаметра соответствуют минимальным критериям, позволяющим относить их к мультипатентной индуктивальным траммальным клеткам. Таким образом, можно заключить след с Арнольдом Калпланом, который в свое время опубликовал обзор вот с таким вот названием все ли МСК перициты. Все МСК, происходящие из периэндотелиальных областей сосудов, это перициты. Но не все эти перициты МСК, потому что в зависимости от положения в артериальном или венозном русле эти клетки могут выполнять и другие функции, приобретая более сократительный фенотип. Но те МСК, которые происходят из периэндотелиальных областей, это ближайшие родственники перицитов. Теперь мы переходим к гипоксии. и опять вспоминаем проактивную среду, о которой нам говорил предыдущий докладчик. В 1978 году Роберт Шофелл предложил для гемопоэтической ткани понятие клеточной ниши. И это понятие сейчас с гемопоэтической нишей расширено и на другие микроанатомические образования. И считается, что вот эта активная среда или клеточное микроокружение играют важнейшую роль в регуляции функциональной активности различных тканей и органов. И вот если мы посмотрим на то, как представляют сейчас себе нишу столовых клеток, это же во взрослом организме считается, что могут быть и другие ткани специфичные столовые клетки, в частности эпителиальные, как эктодермального, так и эндодермального происхождения. Мы с вами увидим, что среди целого ряда физико-химических факторов, которые регулируют состояние этих тканевых компартментов, обязательно будет упоминаться уровень кислорода. И если мы говорим конкретно уже об МСК, то в их тканевых нишах, помимо взаимодействия друг с другом, клетками других типов, они безусловно являются объектом для действия физических факторов, в том числе и уровня кислорода. И то, что этот вопрос имеет принципиальное значение для понимания физиологических и патологических процессов, происходящих в организме, свидетельствует Нобелевская премия, которую в конце концов получили исследователи эффектов исследования влияния депривации кислорода на клетку. клеточные молекулярные механизмы реализации депривации кислородного стимула на клетку изучены к настоящему времени очень детально, и они будут на них останавливаться. И одним из основных транскрипционных факторов, регулирующих сигнальные пути, приводящие к реализации ответа клетки на депривацию кислорода, является фактор индуцируемой гипоксии или ХИФ. И для того, чтобы понять вообще, насколько там все уже хорошо поизучено, я привела вот эту картиночку, где видно, что транскрипционный фактор ХИФ является ключевым регулятором целого ряда сигнальных механизмов, которые запускаются и приводят к изменению различных биологических процессов. А теперь мы уже переходим непосредственно к взаимоотношениям между уровнем кислорода и МСК. И тут надо сначала обсудить, а что собственно такое низкий уровень кислорода, который существует в тканях. И вот здесь вы можете видеть, что он значительно варьирует в зависимости от того, какая это ткань, но нигде он, конечно, не соответствует атмосферному. А гипоксия это снижение уровня кислорода относительно атмосферного. И в настоящее время получается, что тот уровень кислорода, который есть в ткани, который нормально функционирует, является для этой ткани нормоксией. Но поскольку имеет место факт сниженной концентрации кислорода, то в принятых терминах это гипоксия. Поэтому для обозначения тканевых концентраций кислорода были предложены разные наименования, такие как физиологическая гипоксия или инситу нормоксия, физиоксия. Мы в своих исследованиях используем термин физиологическая гипоксия, предложенный Зораном Ивановичем. И вот это как раз иллюстрация из его монографии, которая приводит нас к мысли о том, что собственно атмосферное содержание кислорода, которое используется во всех инвитроэкспериментах по анализу эффектов депривации кислорода, это на самом деле для клетки умеренная гипероксия. И это надо обязательно учитывать при интерпретации получаемых результатов. Но соответственно тканевые уровни кислорода мы обозначаем как физиологическая гипоксия. Эффекты снижения уровня кислорода на клетке мы можем разделить условно на две группы. Это то, что мы обнаруживаем после коротких гипоксических экспозиций, то, что называется коротким гипоксическим стрессом. И то, что мы видим, когда используем низкий уровень кислорода как фактор микроокружения физиологическую гипоксию. И как вы можете видеть, конечно, эффекты короткого гипоксического стресса связаны в основном с острым ответом клетки на изменение уровня кислорода. Это изменение активности транскрипционного фактора HIF, это изменение транскрипционной активности целого ряда генов, регулирующих секреторную активность клетки, это ответ клетки на экспрессия генов и белков, связанных с апоптозом, жизнеспособностью клетки. А при постоянной экспозиции это явление, связанное со способностью клетки к проливерации, дифференцировке, жизнеспособность также. Общим для тех и других воздействий является стимуляция ангиогенной активности клеток, увеличение вклада гликолиза в продукцию АТФ, а вот с продукцией АТФ однозначных заключений не сделано. И о том, что этот вопрос живо занимает умы исследователей, свидетельствует вот этот график. С тех пор, как в 2003 году появились первые публикации, посвященные влиянию гипоксии на МСК, количество статей, в которых этот вопрос исследуется, постоянно увеличивается. И вот у нас в лаборатории было выполнено исследование, посвященное сравнительному анализу клеток постоянно культивируемых. Клетки были выделены из жировой ткани, из страмально-скулярной фракции жировой ткани человека. И это нам уже пора заканчивать. Ого! тогда я прямо телеграфным стилем. И мы сравнивали, что происходит с клетками, которые находятся постоянно культивируются при стандартных условиях, при атмосферном содержании кислорода и при снижении содержания кислорода до тканевых значений. Мы сравнивали состояние клеток и фенотип. Оказалось, что существенным образом изменяется энергетический метаболизм клеток, что выражается в общем снижении продукции ТФ и увеличении вклада гликолитической составляющей в эту продукцию. изменяется значительная транскрипционная активность, причем транскрипция генов, отвечающих за малокомментированное состояние, увеличивается, а вот транскрипция генов, связанных с неключительным матриксом, существенно снижается. Это отражается и на функциональной активности клеток, в условиях физиологической гипоксии значительно стимулируется пролиферация клеток, снижается их способность к дифференцировке, причем эти изменения обратимы. Что происходит с секретарной активностью этих клеток? При коротких гипоксических позициях известно, что я уже говорила об этом, что существенно увеличивается и транскрипция, и продукция различных растворимых медиаторов, а вот при физиологической гипоксии, несмотря на то, что мы видим изменение, увеличение транскрипции целого ряда генов, отвечающих за регуляцию ангиогенеза, скажем, уровень основного фактора, регулирующего рост сосудов, фактор роста сосудистого эндотеми, ВИДЖФ, не изменяется, но при добавлении этой кондиционированной среды от таких клеток к хорилантоисной оболочке эмбриона перепела стимулируется рост сосудистой сети, о чем нам говорит нижняя графика, причем за счет увеличения количества ветвей. Давайте я про матрикс пропущу и перейду. Сейчас я про матрик пропущу. Просто я хочу еще сказать два слова про короткий гипоксический. Да, ну вот, значит, здесь такой резюмирующий слайд по влиянию физиологической гипоксии на свойства МСК. Можно констатировать, что в условиях физиологической гипоксии МСК демонстрирует более прорегинативный характер транскриптома. У них они имеют, естественно, сниженный потенциал митохондрии, не изменяется уровень АФК, и что важно отметить, они обладают более высокой ангиогенной активностью и более активно поддерживают гемопоэс и способны более активной иммуномодуляции. А теперь я хочу сказать пару слов про краткосрочные гипоксические экспозиции. Когда появились первые работы по коротким гипоксическим экспозициям, было обнаружено, что у МСК существенно снижается жизнеспособность. Но потом при более детальном рассмотрении чего там происходило, выяснилось, что это были эксперименты, в которых депривация кислорода сопровождалась депривацией факторов роста. То есть реально это были эффекты ишемии. А если взять короткие гипоксические экспозиции как отдельный фактор, то оказывается, стимулируется целый ряд важнейших с точки зрения регенеративной медицины активности МСК, в том числе миграция или продукция растворимых медиаторов или способность поддерживать то есть компенсировать возрастные изменения на клеточном уровне. нас заинтересовал вопрос о как клетки адаптированные к условиям физиологической гипоксии будут отвечать на короткий гипоксический стимул. И такое исследование было в нашей лаборатории проведено и опять же для экономии времени я вот это сейчас все пролистаю и перейду к результирующей части. Вот что оказалось интересным что МСК находящиеся постоянно в условиях физиологической гипоксии в отличие от МСК при атмосферном уровне кислорода не отвечают на короткий гипоксический стимул стимуляции миграционной активности. И мы это продемонстрировали и в модели направленной миграции по активированным мононуклеарам крови и эндотелиальным клеткам и в модели ненаправленной миграции модели ран экспериментальной раны у этих клеток увеличивалась жесткость и что собственно подтверждает наше наблюдение по цитоскелету у них более выраженный активный цитоскелет. Почему нам это показалось интересным? Да, и у них соответственно снижена активность генов регуляторов кодирующих белки которые формируют ведущий край клетки и обеспечивают ее транслокацию. Почему нам показалось это интересным? Потому что если клетки находящиеся в условиях физиологической гипоксии в ответ на гипоксический стресс способны не активироваться и уходить из этих мест а наоборот задерживаться в поврежденной ткани это может способствовать реализации их функциональной активности там где они востребованы. И вот последние два слова про какая польза вообще от исследования эффектов гипоксического воздействия на клетки? Польза очень большая потому что вот сейчас существует даже такой термин гипоксическое прекондиционирование это методический подход к подготовке клеток для использования в протоколах клеточной терапии и регенеративной медицины. И вот на этой табличке собственно приведены исследования в которых клетки после коротких извините после коротких гипоксических воздействий были использованы для дополнительной терапии различных патологических состояний. есть ли смысл использовать физиологическую гипоксию как фактор микроокружения для прекондиционирования фактических клеток? Да, оказалось есть вот в нашей лаборатории были сделаны были проведены исследования как введение клеток как введение МСК постоянно культивируемых в фонармаксических и физиологически гипоксических условиях влияет на заживление костного перелома и вот оказалось что введение гипоксических клеток приводит к увеличению размера формирующихся костной мозоли в ней увеличена доля хрящевой ткани что собственно способствует улучшению формирования фиброзно-хрящевого регенерата и на более поздних сроках эта кость выглядит гораздо лучше восстановленной чем кость к которым клетки гипоксические не добавлялись а добавлялись клетки к культивируют при атмосферном содержании кислорода ну собственно вот на этом слайде я и резюмировала то что я вам только что сказала что безусловно что гипоксия как фактор микроокружения так и как короткие гипоксические экспозиции безусловно могут приводить к модификации свойств мультипатентных мезинхемальных стромальных клеток которые и эти изменения представляют интерес как с точки зрения того что происходит в организме так и с точки зрения регенеративной медицины спасибо за внимание где в россии занимаются мск в каких лабораториях с гордостью могу сказать что много где вот мы этим занимаемся этим занимаются на факультете фундаментальной медицины этим занимаются в гематологическом научном центре это только в москве вот то что я прямо сейчас вот прям навскидку вам называю но на самом деле поскольку эти клетки очень легко получить безусловно безусловно к ним большой и да они же обладают важнейшим свойством о котором я не говорила сейчас они не только способны регулировать активность клеток иммунной системы они при этом сами им практически не видны когда только начали этот феномен изучать считалось что они просто иммуно толерантны но теперь принято говорить так помягче они иммуно уклончивые но это позволяет развивать идею того чего называется клетки сполки то есть клетки от аллогенных доноров могут быть легко использованы а подскажите пожалуйста из мск мы можем вырастить орган инвитро нет потому что чтобы вырастить орган нужны и другие типы клеток а вот мск и индуцированные плюрипатентные стволовые клетки вот фундаментальное отличие в чем фундаментальное отличие в том что мск это что вы вкладываете в понятие фундаментальное из мск можно сделать индуцированные плюрипатентные клетки из индуцированных плюрипатентных клеток можно сделать мск есть между ними фундаментальные но из индуцированных как раз уже можно вырастить орган нет не надо взять еще какие-нибудь клетки можно получить клеточную массу состоящую из мск ну 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 орган любой орган ну вот сосуд там есть вот капилляр там есть эндотелий и есть перициты это два типа клеток значит вам надо чтобы получить кусочек сосуда вам надо взять два типа клеток еще добавь туда матрикса так так что вот так вот в лоб это задача не решается поняла спасибо молодой человек а как именно регулируется мск ну в плане вот допустим там сломали мыши кость и вот туда приходит мск вот как именно регулируется то что должно стать костной тканью не хрящевой допустим ответ клетки которые введены в область повреждения вряд ли регулируют непосредственно направление то есть вряд ли сами вовлекаются в осту или хондрогенез но они продуцируют большое количество биологически активных медиаторов которые могут эндогенные клетки способны дифференцировать в том или ином направлении подтолкнуть более активной работе то есть вообще сейчас считается что основной смысл введения мск это использование их высокого парокринного потенциала более того много исследований где показано что даже и клетки то не надо вводить надо взять что они на напродуцировали и вводить вот здравствуйте спасибо большое за доклад у меня вопрос в будущем или вот уже сейчас мы можем использовать мск при терапии вот тут был перелом или какие-то еще заболевания которые мы можем да сейчас эти клетки уже широко применяются в различных областях вот нельзя объять необъятное у меня конечно есть картинки показано в каких областях медицины они применяются как раз область опорно-двигательного аппарата это наибольший процент исследований там выполнен и поскольку это ну прям родные клетки там конечно очень хорошие результаты но в основном вот за счет формирования правильного активного правильной активной среды вот просто первый докладчик не дает мне покоя скажите пожалуйста какая конкретно по времени гипоксическая экспозиция считается короткой как она экспериментально создается и как в этом случае измеряется концентрация кислорода в клетке ну мы в своих исследованиях проверяли длительность гипоксических экспозиции варьировал от 30 минут до 24 часов сравнение скажем экспозиции 24 48 72 часа показывает что там уже начинается адаптация клеток потеря кислорода поэтому мы обычно используем до 24 часов что там еще был какой-то вопрос как это делается для а вот ну наверное есть разные способы но мы в лаборатории используем так называемые гипоксические камеры это герметично закрытые камеры в которые закачивается воздух и азот и за счет этого и там находится датчик кислородный который замеряет образующийся уровень кислорода вот в этой смеси азот и за счет этого того что человек называется применение в035 в 035 в 035 в 07 в 015 в 035 Продолжение следует...